Я постараюсь это сделать с другой точки зрения, посмотрев более точно и с технологической точки зрения более высокой инновации. И какова роль инновации в ускорении процессов интеграции, интегрирования, особенно в такой платформе, континентальной платформе, которая объединяет европейские и азиатские реалии. Я исхожу из следующего факта, что именно технологическая инновация была фоном для глобализации в мире в 70-х и 80-х годах, когда разрабатывалась микротехнология, микрочипы и всё, что произошло далее. И вот там начались великие преобразования, которые немедленно сказались с экономической точки зрения и сразу после этого с политической точки зрения. Изменилась экономическая география. И это позволило тогда иметь какие-то перевесы, концентрации богатства, в частности сначала промышленные, потом финансовые, на Западе, с учетом того, что происходило забег до этого. Но с крупным ускорением, тем более, что финансовые элементы стали превалировать, поскольку их было очень много в западном мире. Настолько много, что надо было найти отдушину в глобализации. То есть начать децентрализировать, чтобы расширить рынки, чтобы иметь больше людей. Люди-то уже существовали, но они не существовали как потребители. Чтобы они тоже участвовали в потреблении и в цикле воспроизведения богатства в гораздо более широком пространстве. Был уже такой пример, японский пример. Знаете, что это был своеобразный авангард того, что сегодня происходит вообще во всем евразийском пространстве. Естественно, там уже был завершен цикл не только приобретения продукции, промышленной продукции и достижения высокого качества, но начали уже инвестировать в технологические инновации наряду с тем, как потом это стало происходить в западных странах. Постепенно это расширилось на другие азиатские страны. И сегодня, я думаю, что стадия, когда можно думать об азиатских странах, просто где децентрализовывать свое производство, но продолжая держать как бы рычаги управления у себя в руках, завершен этот этап. Это касается также и проектирования новых продуктов, новых систем и так далее. Почему? Да потому что они достигли такого уровня качества относительно продуктов, особенно тех, которые мы считаем теперь уже как комодитиц, то есть то, что существует во всем западном мире. И это изменило в корне всю цепочку, потому что крупные компании, у них нет больше барьеров, преград в мире, чтобы искать компоненты того, что они производят, то есть их промышленной концепции, зная, что можно выбирать при одном и том же качестве и количестве, довольно важные такие моменты по различия по цене. И это, конечно же, обязывает пересмотреть, что производится с точки зрения перераспределения ВВП и заработка. Мы наблюдаем очень важное явление. Азиатские страны сейчас инвестируют с точки зрения налогов в инновации, в самом широком смысле этого слова, будь то образование, исследования, научные исследования, технологические исследования, гораздо больше, чем это делается в западных странах. И вскоре данный разрыв будет пополнен и тем самым аннулирован. И вот тогда начнется несколько иная глобализация. Как говорила госпожа Валовая, более полицентричной среди равных. Но я хочу сразу сообщить госпожа Валовой, вот вы говорили о Капулете и Монтеке, как место трагедии. Я это, напротив, смотрю, как место любви. То есть вернулась великая любовь, которая далее дала возможность, та самая любовь, а не столько трагедия, которая вдохновила Шекспира. И говорится, что это происходит на самом деле из города Мессины, а Мессина находится в Сицилии. Был такой человек, Скорололанца, который знал Верону просто потому, что когда он был в путешествии из Мессины в Падую, то есть в области Венету, и далее в сторону Англии, Великобритании, он понял, что такое глобализация. Я к этому хотел подвести на самом деле. И уже тогда были такие важные элементы. Ну вот, я считаю, что вот эти элементы, мы должны с ними считаться очень конкретно. И я согласен с заявлением, которое было сделано, и которое, в общем-то, содержится в том, что давным-давно уже говорит президент Проди, мы не должны искать неравновесия. И думая, как бы договариваться только с атлантической стороны, это было бы не уравновешено. Когда все более и более наши отношения обращаются на восток. И на востоке строятся такие общины, где не только существует децентрализация, но все больше и больше синергии, чтобы можно было пользоваться такими вещами, которые когда-то, как бы, принадлежали Западу, но которые теперь более не принадлежат Западу. В частности, я занимаюсь космосом и военной обороной, как вы знаете, как финмеханика. Когда-то наиболее прогрессивные технологические исследования были как раз в рамке оборонки. Сейчас это уже не так. Сегодня посмотрите, что произошло за последние десятилетия, и зачастую простой рынок создает возможности инноваций в технологиях на том же уровне, что и оборонка. И таким образом уже постепенно будет отсутствовать логика олигополюсов. То есть то, что гарантировало, когда государство гарантировало огромное количество денег для развея, для неокр. Это уже не так. Финансовая масса, которая питает непосредственно коммерческое имущество, гораздо больше, чем то, что может гарантировать государство оборонки. Более того, мы это замечаем в том числе и в такой маленькой стороне, как Италия, с экономической точки зрения. Но когда США сокращает на 30% бюджет для оборонки, вы понимаете, что как таковое это значит, что начинает отсутствовать такая поддержка традиционным неокрамм. И ослабляются традиционные колонны, на основании которых все строилось в течение многих десятилетий. Мы должны знать, что постепенно это все еще быстрее будет меняться, чем мы наблюдали до сих пор. То есть в конце концов, подумайте, микроэлектроника, информатика, это же все произошло за 30 лет. Это предыстория того, это первобытные времена по сравнению с тем, что будет еще. Подумайте, как будут сильно сказываться такие операции, как мануфактуринг, то есть трехмерная печать, иметь возможность в любой стране, в любом месте иметь исполнительные трехмерные, трехразмерные проекты, которые можно вставлять в систему, которая питает автоматическое производство и которое производит в любой точке то, что задумывается в любой другой точке. И самое главное, добавлю, если это идет наряду с растущим переуравновешиванием с финансовой точки зрения, то понятно, что это сложно будет смотреть только на западную сторону. И это нас вынуждает искать то, что вы уже говорили. Я хотел просто привести такой пример с этой точки зрения. Приведет к более немедленному и тесному сотрудничеству в евроазиатском регионе, именно потому что на этом будет основано, и будет, наконец, основано уравновешивание равновесия мира в самом крупном регионе, в Европе, самый важный рынок, к нему добавится азиатский рынок по важности, и который, причем, растет гораздо более важный, нежели чем все остальные. И было бы довольно близоруким, если бы мы не заботились об отношениях с теми, кто просто с точки зрения экономической географии находится ближе к нам, нежели чем с теми, которые дальше. С другой стороны, было бы практически невозможно думать о том, как мы, западные страны Европы, можем превзойти этот кризис в сторону роста, развития. Мы этого можем добиться только, если у нас будет возможность войти на такие рынки, которые еще не находятся на нашем уровне и с нашими проблемами, которые более гибкие, например, в использовании валюты, которые можно использовать более гибко то, в чем мы, например, наоборот, самоограничились. Но мы должны, мы вынуждены искать эти рынки. Если мы не сумеем расшириться на эти рынки, то мы не сможем уловить вот эти вот положительные скачки и, соответственно, опять подпитать финансово вот все вот эти вот процессы. Я думаю, таковы те темы, которые заслуживают более решительного подхода и, естественно, прозрачности. Я это говорю нашим российским друзьям, да и вообще всем азиатским друзьям. Здесь надо говорить четко. Передача инноваций и технологий подразумевает, что должно быть абсолютно четкое правило, где интеллектуальная защита должна быть гарантирована. И не только на основании логики страны, а той защиты, которая предоставляется экономическим субъектам, которые будут продолжать инвестировать, независимо от государственного финансирования, только если их интеллектуальная собственность будут уважать во всем мире. И это причина, чтобы продолжать инвестировать. Потому что это и есть вот та самая... Ну, как бы, если те рычаги, которые еще более дадут эту возможность, это те рычаги именно с политической точки зрения. И именно поэтому они не полностью свободны. Или, по крайней мере, они не полностью функциональны по сравнению с многополюсным пространством, которому требуется иметь определенные гарантии полного соблюдения и уважения правил свободы предпринимательства, но и вообще. Я думаю, что это основа. И на этом изменится много чего. Я думаю, то, что вот всегда завораживало и Россию, и Европу. Я старый железнодорожник, я сразу думаю о паровозе. До тех пор, пока надо будет переходить все вот эти поездами, все эти границы из Дальнего Востока и до Европы, к сожалению, суда будут идти быстрее, потому что больше теряется время на переход границ, нежели чем на саму транспортировку. Изменится логистика, изменится децентрализация. Операция перераспределения будет иметь другие основы, конкурентоспособные, и возможность выражать инновацию, чистую инновацию. Европа это знает. Как ни парадоксально, но то политическое строение в Европе может в этом найти себе большую помощь, и которая поможет превзойти вот этот цикл. Так что мы все должны сотрудничать в данном направлении. Спасибо. Спасибо.